Октябрь в самом разгаре, а на улице едва ли можно увидеть хотя бы пару прохожих в куртках. Аномальная жара радует не только местных жителей. Как нельзя кстати, теплое осеннее солнце цветоводам и ландшафтным дизайнерам. До сих пор цветет Петровская полынь, канны, космеи, хризантемы. Будто руку приложил природный художник. Самая теплая середина осени была в крымской столице в 2012 году. Тогда среднемесячная температура доходила до 16 градусов тепла. В этом году октябрь бьет все рекорды. Среднемесячная температура на полуострове уже составила плюс 18,9 градусов. А это канна, родственник банана. Его собрату не хватает теплых дней. А это растение цветет и активно плодоносит. Растения за сушливые периоды переживают достаточно мягко и переносят лучше, чем человек. Но воспринимать подобные погодные явления исключительно как хорошие или плохие нельзя. Человек прежде всего должен думать о том, как приспособиться к этому. Как быть готовым. Хорошо, что это происходит не скачкообразно, а достаточно постепенно. Общая тенденция на земле – потепление и иссушение. Что мы также наблюдаем в наших южных районах и в частности в Крыму. Потепление затянуло летнюю погоду на месяц. А значит, по прогнозам синоптиков, осень задержится ровно на это же время. Незначительное похолодание в Крыму синоптики прогнозируют на начало следующей недели.